Свою приветственную речь Дмитрий Азаров начинает с благодарности медикам, работающим на передовой. Коррективы пандемия внесла не только в жизненный уклад врачей и жителей региона, но и частично сказалась на экономическом развитии области. Сейчас губерния постепенно выходит из прошлогоднего кризиса и укрепляет позиции. В регионе уже подготовлена пилотная программа комплексной модернизации первичного звена регионального здравоохранения. Она необходима для решения существующих проблем, оказания первичной медицинской помощи. Уже в ближайшие три года на ее финансирование планируют выделить 7,5 миллиардов рублей. Программа включает в себя строительство, реконструкцию медучреждений, оснащение их оборудованием, обновление транспортного парка, укомплектование кадрами. В ближайшие два года запланировано строительство поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе Самары и реконструкция поликлиники Нефтегорской ЦРБ. Приблизительно по такой же схеме планируют работать лечебные учреждения в Волжском районе и Кенеле. Их строительство начнется уже в этом году. И, безусловно, приятным долгожданным бонусом стала особенная, важная и своевременная мера поддержки для медиков и работников образования, компенсация расходов, процентной ставки ипотечного кредитования. Для многих семей непреодолимым препятствием является необходимость внесения первоначального взноса в размере 10% от суммы кредита. Коллеги, для решения проблемы предлагаю предусмотреть в бюджете Самарской области частичную компенсацию на первоначальный взнос для педагогов и медработников. Связующим звеном в цепочке важных для Самарской области моментов стало и развитие туристического кластера региона. По предложению губернатора, оборот от регионального туризма в ближайшие три года должен достичь 20 миллиардов рублей. А центром притяжения туристов со всей России необходимо сделать Ширяево. Что же касается столицы региона Самары, глобальные изменения ждут городскую набережную. Проработает давно назревший вопрос о строительстве эстакады, соединяющей старую и новую набережные от Вилоновского спуска до Маяковского. Нам нужно соединить набережные, чтобы они были непрерывные в Самаре. Обратился губернатор и к выпускникам школ Самарской области. В этом году их ждет приятный сюрприз. В целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тысяч рублей всем выпускникам школ, средних специальных учебных заведений, которые в этом году поступят в ВУЗы и СУЗы Самарской области. Особое внимание будет уделено модернизации и ремонту дорог. На эти цели в регион направят 5 миллиардов рублей, из которых более 2 миллиардов освоят на территории столицы региона. Кроме того, к концу десятилетия Самарская область должна выйти на новый уровень строительства, ежегодно наращивая объемы по увеличению квадратных метров, не менее 3 миллионов в год. Здесь особенно важно обратить внимание на исторический центр города, отметил губернатор, и сохранить его составляющую. Внимание должно быть уделено историческому центру Самары. Елена Владимировна Лапушкина, я надеюсь на ваше бережное отношение к этому родному для всех нас месту, которое является достоянием нашей губернии, всей губернии. К 2024 году в регионе из ветхого и аварийного жилья планируют переселить почти 20 тысяч человек. Также на 2021 год запланированы субсидии в размере 1 миллиард рублей для ремонта внутриквартальных территорий и проездов к домам. Помимо этого в губернии планируют открыть еще три центра «Мой бизнес» и вплотную заняться экологическими проектами. Сразу в восьми районах Самарской области в рамках государственной программы восстановления Волжского бассейна будут открыты очистные сооружения. Их ввод в эксплуатацию позволит исключить сбросу Волгу почти 19 миллионов тонн отходов и капитально очистить реку от загрязнений. Ольга Павло, Василий Калдашов. События.